В Алма-Ате в рамках проекта «Чайные встречи» прошел вечер, посвященный 75-летию Победы. Звучали стихи и песни о войне. В мероприятии принял участие епископ Каскеленский Геннадий. 2020 год внес свои поправки в жизнь всего мира. Многие праздники ушли на второй план, но есть дни, которые невозможно забыть и нельзя не вспомнить. Участники православного молодежного движения Казахстана «Альфа» и «Омега» приняли участие в Вечере памяти, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юноши и девушки, студенты Алматинской семинарии собрались в зале церковных собраний при Никольском соборе в рамках проекта «Чайные встречи». Открыли вечер видео поздравлением казахстанцам от народного артиста СССР Василия Ланового. На встрече обсуждались такие вопросы, как сохранение истории для потомков, мифологизация и переписывание исторических фактов, а также необходимость бережного отношения к изложению исторических событий в кинематографе и литературе. Для нас память о Великой войне всегда останется священным. Это люди, фронтовики, ветераны, погибшие на войне, все те, кто исполнили свой долг, кто не изменили присяги. И мы знаем, какие колоссальные жертвы принес наш единый народ в годы Великой Отечественной войны на полях сражения. Это наша история, которую мы должны беречь, которую мы должны передать своим детям и так далее, потому что это очень важно. Это ценно. Мы благодаря этой победе ценим больше мир. Потому что на устах была фраза, она есть, если бы только не было войны. И как это страшно. Это очень страшно. И зная о ней, нужно сделать так, чтобы мы жили мирно. В этот вечер звучали пронизанные болью и чувством стихи и песни о войне. В концерте приняли участие как члены молодежного клуба, так и епископ Каскеленский Геннадий и член Союза художников России Владимир Курилов. Завершился вечер по сложившейся традиции чаепития. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok